МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Так сегодня выглядит распиаренный гуманитарно-логистический центр между оккупированной Горловкой и Артёмовском. СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Одинокие продавцы. Сколько денег урока на это? Они приезжают каждый раз. Кучу. А людей не пускают. Обещают. Мы приезжаем, лёрзнем, товар привозим, товар портят. Одинокие покупатели. Мне же отдельный талон дают. Я подъезжаю, говорю военным, я еду на рынок, мне дают отдельный талон. Но чтобы доехать до Майорска, там люди не пускают, дорогу перекрывают и не пускают. Я им обещаю, я иду на рынок. А им, да, я иду на рынок, мне дадут отдельный талон, а им без разницы. Они дорогу перекрыли, на машину кидают. Еще летом 2015 года на этот проект было потрачено 2 миллиона бюджетных гривен. И возлагались на него большие надежды. Он должен был решить вопрос продуктовых туристов и очередей на блокпостах. Но, похоже, не решил. Там он как-то по большому счету движущий, но он об своей карте сам. Не оправдал даже в дальнейшем не возлагали. Полгода назад, в день открытия, секретные материалы инспектировали первый гуманитарно-логистический центр. Мы показали, как фискальная служба проверяет грузы, которые вывозятся в нейтральную зону. И кто на первых этапах стал главным продавцом на этом рынке? Мы также обещали вернуться сюда с проверкой спустя полгода и разобраться, не стал ли рынок на нейтральной полосе перевалочной базы для контрабандистов. Мы выполнили свое обещание и нашли ответ на этот вопрос. Вы стали участником эксперимента небольшого. Какого? Журналистского. Чтобы получить торговое место на гуманитарно-логистическом центре, честный предприниматель должен пройти семь кругов ада. Мы прошли все офисы. Мы проходили, мы подавали все документы, мы подавали все цены. У нас же был когда разговор, когда мы поступали, что цены должны быть ниже, чем в Артемовске. Мы приехали с Краматорской базы, на цены базовские. Мы подписывали документы, подавали в Кадымово. Через Кадымово они проходят в Артемовский отдел экономики. Потом мы тут, в общем, целый. И кто в конечном итоге утверждает, дает добро на то, что можете вы торговать или нет? Проходят все. Потом идет губернатор. В общем-то, вот такая куча подписей. А потом дальше идет пролонгация, как нам сказали. Теперь вы можете осуществлять розничную торговлю и продавать до 50 килограмм в одни руки. Мы выписываем накладные, у нас тут печать есть. Подъезжают ребята, вот если где-то что-то... Вот мы даже, видите, я пишу накладную, указываю вес. Если где-то что-то даже не сходится, вот вчера у нас был случай 6-7 килограмм, они пересмотрели, все равно заставили. Это вам говорим, вот как есть. Фискальная служба, досматривая машины, строго следит за соблюдением губернаторского распоряжения. Это легальная часть работы логистического центра. Но на рынке существует и другая схема работы. С другими продавцами, другими объемами и другим отношением с фискальной службой. А вы тут как от рынка или СПД? Мы, вообще это полностью наш рынок. Мои директора его основали. Ваша фирма вот? Наша фирма Вагантес. Знакомьтесь, это Надежда, представитель компании Вагантес. В руках этой молодой девушки, возможно, все серые потоки товара с логистического центра. А как это один хозяин? Это вроде коммунальное предприятие делалось? Да. Но вот есть человек, который все это основал. Вот он здесь и директор. Катышев и еще пару человек. Вот они там решают, кого пускать, кого не пускать, да? Нет, решает губернатор. Подписывает он бумажки, кто здесь будет стоять. А всем остальным занимается Катышев и еще два человека. Оптовый ассортимент Вагантеса на рынке поражает. Надежду знают все горловские предприниматели и бизнесмены. Вот в эти тетрадки она ежедневно записывает оптовые заказы на продукцию и успешно отгружает их. Фискальная служба с этой компанией, судя по всему, в доле. А если больше вывозим, они заметили, как и решили с ним? Ну вообще у нас есть тут чувак, который помогает проводить. И он из фискальной службы, да? Нет. Ну это наш, он с нами работает, все с нами. Хорошо с ним, да. А ему сколько надо? Просто то, что фискалы скажут, то им им передать, а он нам подойдет. Чтобы убедиться в том, как работает контрабандная схема на логистическом центре, мы сделали Вагантесу свой заказ. Надежда, добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, я там предприниматель с Гурлоком, ребята дали ваш телефон, сказали, можно заказик у вас оформить. Ну, я не могу, но, конечно. Заказ получился в 10 раз больше допустимой фискальной службы нормы. Так, 10 ящиков окорочка и крыло, и крыло, куриное тоже 5 ящиков. Завтра все будет. Во сколько к вам подъехать? Ну, сколько вам обновлено? Мы здесь в 8 часов. Вопрос провоза через блокпосты фискальной службы, пограничников и ВСУ нам тоже пообещали решить. По документации с пограничниками проблем не будет? Пропустят? Ну, а сколько вас человек входит? В машине? Да. Двое? Двое, ну, если можно договориться. Это вы поможете, да? Да. А дальше, когда на майорске, когда военнослужащие стоят, там тоже не будет проблем? Ну, в принципе, у нас пока мы выезжаем, там договариваются. А, ну, то есть надо там какую-то сумму им вручить, и все будет окей, да? Ну, там, я не знаю, может, на гривен, 100-200, я не возьму, там все. Угу, окей. Посредником между продавцом и фискальной службой является некий Михаил. Решают это, ну, погранцы или фискалы, они же с фискалами, да, нужно говорить? Сейчас Миша подойдет. Но дождаться логистического решалу нам не удалось. Бойцы батальона «Святая Мария», охраняющий порядок на рынке, засекли нашу видеокамеру и сразу предупредили об этом надежду. Вот мы проводили журналистский эксперимент в том, что отсюда можно оптом купить и вывезти в неограниченных количествах продукцию. Вы подошли к Надежде и предупредили, что мы журналисты. А для чего вы это сделали, можете сказать? В смысле предупредили, что вы сделали? Сообщили. Сообщили, да. Ну, чтобы подготовились, чтобы журналисты, чтобы это для них было. О незаконной торговле охрана рынка, естественно, ничего не знает. А вывозится больше 50 килограмм на человека товар? Девица, я тут делюсь за порядком. Все. Все вопросы, они есть фискально, таможня службы. Идем к ним. Ребята, а кто представитель фискальной службы? Добрый день. Можно с вами пообщаться? Почему? Заглядно, что через вас можно любые объявления перевести. Какие комментарии? Двести гривен, но после шо? Как оказалось, учредителем всесильной компании «Вагантес» оказался некий Игорь Покуляк. Он же учредитель еще одной компании, работающей на рынке. Краматорская оптовая торговая компания. На наш запрос о работе компании «Вагантес» департамент экономики Донецкой областной государственной администрации ответил, что в ноябре и декабре эта компания вообще не арендовала торговые места на логистическом центре и работать там не может. Кто же тогда допустил на рынок эту компанию? Неужели директор КПАТП Андрей Катышев действительно причастен к этой схеме? А как это один хозяин? Это в родину коммунальное предприятие делалось? Да. Областное. Ну вот есть человек, который все это основал. Вот он здесь и директор. Катышев, да? Ну да. Катышев и еще пару человек. Вот они там решат, кого пускать, кого не пускать, да? Нет, решает губернатор. Подписывает он бумажки, кто здесь будет стоять. В телефонном разговоре с нами господин Катышев отрекся и от «Вагантеса», и от «Краматорской оптовоторговой компании». Я вам скажу, что компания «Вагантес», хотя я с ним отношение не имею, и «Краматорская оптовоторговая компания», имеет разные коды, так и того. А с их учредителем Игорем Покуляком якобы вообще не знаком. А Игорь Покуляк, вам известен, кто это? Понятия не имею. Правда ли это? Не похоже. Тем более в свете следующей информации. Вот распоряжение Донецкой военно-гражданской администрации номер 408 за подписью господина Жебривского о том, каким компаниям и на каких машинах можно возить грузы в нейтральной полосе. Компания «Вагантес» и «Краматорская оптовоторговая бизнесмена Покуляка» зарегистрировали для перевоза грузов одни и те же автомобили. А вот компания «Таврия Плюс», учредителем которой, по информации Минюста на сегодняшний день, является директор КП АТП Андрей Катышев. По невероятной случайности «Таврия Плюс» используют для работы на рынке те же самые автомобили, что и компания «Вагантес» и «Краматорская оптовоторговая». К слову, Катышев до недавнего времени возглавлял региональную ячейку БПП в Херсонской области, откуда он и был назначен директором КП АТП, которое сегодня курирует всю торговлю и перевозки людей в серой зоне. Гуманитарно-логистический центр, который строился за бюджетные деньги, похоже, так и стал площадкой для контрабанды и местом для торговли избранных. Приближенным к руководству фирмам можно работать без разрешений и норм отпуска товара. Знает ли об этом руководитель военно-гражданской администрации господин Жибривский? И как работает открытый недавно второй гуманитарно-логистический центр возле Волновахи мы обязательно расскажем вам уже в следующем году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА